Спасибо всем докладчикам. Спасибо всем докладчикам. Спасибо всем докладчикам. И это определяет дальнейшую логику доказывания и является фактически тем водоразделом, который определяет время доказывания каждой страны и логику доказывания каждого кейса. Что здесь является мерилом? Что здесь нужно предварительно собрать и предоставить, и ее объем, не имея четких очертаний, является достаточно глобальным. Является ли это правомерно в рамках допустимых российских правил? На мой взгляд, ответ, во-первых, нет. Второй вопрос, почему нет? И ответ на почему нет вопрос звучит так, что налоговый контроль должен быть реален. Он должен быть объективен и создавать не препятствия для налогоплательщиков осуществления коммерческой деятельности, а должен исходить из реальной выполнимости того времени, которое предполагается. Илья Евгеньевич, можно еще буквально минуту, потому что мы вынуждены будем точно покинуть и плюваться. На мой взгляд, основными здесь характеристиками, что можно сделать? Во-первых, нужно ограничить возможность предоставления информации. Какой факт необходимо здесь доказать? Я думаю, критическим, и то, что мы здесь услышали, это факт, наверное, включения получаемого дохода в налоговую базу. Если этим ограничиться, мы можем, наверное, найти ту золотую середину выполнения и правил бенефициарной собственности, и защиты российской налоговой базы. Спасибо. Спасибо.